здравствуйте зрители моего канала сейчас конечно нет много времени для съемки новых роликов стало тепло и появилось очень много новых дел но давно у меня одна идейка витала в голове не зря этот инструмент здесь лежит у меня на столе и в конце концов я эту идею вчера реализовал шуруповерт в эпицентре покупался когда-то лет пять назад сначала убираю сначала покупался вот этот он один 12 вольтовый принципе для сильно серьезных мастеров это слабый лучше 18 вольтовый там и так далее но цена была такая смешная я как раз делал ремонт что я говорю пять лет то наверное уже все 10 ну в общем около того может всем смешная такая что прямо даже про цену не заморачиваешься и я вам должен сказать он свое отработал на все сто процентов потом я хожу там буквально через пару недель а появился уже вот такой вот набор вот такой набор фонарь фонаря я же рыбак мне на рыбалку ночью сидеть рыбку ловить думаю класс вещь мало того смотрите здесь уже гнездо стоит и штекер для чего я даже вот этот аккумулятор использовал на металлоискатель 12 вольт клон pm сделал там такой под штангу блочок куда он вставлялся подключался и пока он был новенький очень эффектно все у меня получалось но не долго музыка играла а подождите и фонарь фонарь уже переделан под 3 ватный светодиод тогда они только ходили входили в моду дорогие были там 4 доллара штучка платка стабилизации стоит внутри и это лучше лампочки меньше потребляет дальше светит и поверьте одно время вот этот фонарь смотрите как у него можно вверх потолок засветить ну на то время идея и конструкция очень была классная пока жили те два аккумулятора потому что купил отдельно шуруповерт и отдельно вот такой набор у меня получилось две батареи одна основная одна резервная опять же едем допустим копать металлоискателем две таких батареи с такими разъемами я сделал супер но какой-то неприятный день несколько дней я понял что мои аккумуляторы умерли вот как-то в раз и заряжал их правильно и не долговечный никель кадмий вот такой сейчас китайский никель кадмий не годится купил на базаре 18 вольтовую батарею новенькую перепаковал хотя бы один один сделал уменьшил количество там аккумуляторов но все равно но не не проживу долго все можно сюда конечно литий-полимеры поставить есть тоже такая идея давно давно она витает можно сделать но как бы я купил себе шуруповерт китайский от 220 вольт и вы знаете все что мне нужно сделать мне его вполне хватает и я уже как-то этими аккумуляторными не стал и заморачиваться я не делаю ремонты у людей на квартирах поэтому по сути мне в последнее время аккумуляторный шуруповерт и не нужен а вот эту всю штуку я заменил вот таким вот налобником вот такими фонарями всевозможными у меня их разных много вот смотрите и вся эта система на литий-полимерных аккумуляторах очень мне нравится 37 вольт просто идеально всем рекомендую перейти на эту систему все фонарики все должно быть на этих аккумуляторах у меня есть аймакс вы видели я в видео показывал то есть можно просто с устройства выводить проводки когда аккумулятор сел к аймаксу подключать и заряжать не нужно заморачиваться всякими батареи батарейками и именно унификация мне понравилось надо унифицировать чтобы у вас все было на этих аккумуляторах то будет смысл их заиметь десяток и выезжая на рыбалку я к этому фонарю беру еще парочку запасных но даже ни разу по моему не приходилось если только не трое суток менять то есть просто супер свет ну не ровень этому чуду это уже игрушка и на металлоискателях скажем я стал уже на ступенью выше и скажем клон у меня есть еще аккумулятор такой тоже все знают 12 вольтовый свинцовый 12 вольт 1 и 3 десятых ампера то есть еще один такой остался у меня для него на lm317 микросхеме зарядочка хорошая есть но тяжелый он конечно надо переходить на литий полимеры очень-очень советую вот так что чтобы не заморачиваться с разным количеством разных аккумуляторов так убираем но идея была не в этом и я вам уже сказал что у меня есть еще один такой шуруповерт есть поэтому не жалко отдать его под эксперименты под какие-то идеи и вот он наш родной сейчас вы с первых же секунд поймете в чем дело поймете в чем дело вот он такой же экспертик 12 вольтовый да кстати когда я батарею перепаковывал я здесь оставил по моему на один меньше я сделал то есть потянет ли 12 вольтовый моторчик напряжение повыше потянет прекрасно и момент увеличился затяжка лучше ничего этому двигателю не происходит не бойтесь если вы там ну не 18 может быть вольт а 15 будет самый раз вместо 12 все работает так вот валяются но что с ними сделать а я иногда бываю на море на машине отдыхаю на берегу 20 метров от линии прибоя живу в палатке 2-3 недели и у меня там тоже руки чешутся я хочу что-то делать мы с ребенком там то ветрячки делаем с пластиковых бутылок то еще что то то нужно укрепить конструкцию где-то или там пленочка где-то отстала есть скобозабивной пистолет я с собой всегда на море беру там скобы различные так далее и мне все очень хотелось чтобы все-таки у меня дрель с собой была дрель шуруповерт и давно я мечтал его сделать запитать от аккумулятора автомобильного от 12 вольт вот в принципе эта идея несложная но на нее надо решиться там скажем выделить какой-то час времени и я это все вот буквально за полчаса все сделал значит что я сделал вот видите у него здесь ненужные борта вот кстати внутри там клеммы вот эти борта я спилил убрал зачистил завел туда кабель к клеммам хорошо там обмотал их с флюсом классно впаял мощно можно сказать клеем из термо пистолета хорошо там налил закрепил провод внутри вывел и вот такой вот крышечкой закрепил тоже клеем тоже клеем все это нормально будет все на скорую руку вот и теперь и вот он мой еще один аккумулятор есть у меня такой аккумулятор которому уже лет наверное 9 ну из них он 4 стоит то есть это предыдущий аккумулятор на машине я на нем 4 года откатал и он стал хромать я его потом там занимался антисульфатацией ну в общем он у меня есть я его не сдал не соблазнился той соткой для чего я ремонтирую зарядные устройства от автомобилей бывает не привозят и у меня есть на чем проверять понимаете очень удобно мало того вот смотрите подключились подключились и он ну для шуруповерта он достаточной силы и получается вот я и подумал даже допустим кто-то куда-то едет что-то строить может ему такой вариант даже более интересный тоже есть небольшой автомобильный аккумулятор не надо там заморачиваться с зарядкой перезарядкой вы представьте 60 ампер и какой-то 1,3 десятых ампер можно попробовать я вам такую идею предлагаю вот я ее реализовал теперь и вы едете на машине у вас в машине там ну на дачу едете допустим на даче нет света еще куда-то у вас можно провод по длине сделать я сделал 6 метров может у меня был такой кусок достаточно вы можете сделать по длине и идея думаю нормально получился такой вот момент я вам скажу капитальный не удержишь не удержишь хорошо я рекомендую может у кого-то тоже такая идея давно присутствует но он думает делать не делать вот я сделал подтверждаю аккумулятор такой в принципе компактненький на даче где-то что-то поделать там взяли поделали а может у кого-то там есть поменьше 30 амперный он будет полегче то есть вот эта идея шуруповерта от машины очень даже интересная теперь я на море поеду у меня есть такой классный инструмент и шуруп завертить и просверлить кому идея нравится кому понравилась реализация ставьте лайки подписывайтесь очень много различных идей много много реализованного я буду вам показывать и много еще не реализованного дай бог времени на все чтобы все успеть что хочется сделать спасибо за внимание